Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Клавдия Дрозд – талантливая актриса, начавшая свою карьеру в 9 лет. Ее судьба, кем ей приходится актер Максим Дрозд и знаменитые родители. Клавдия Дрозд – молодая талантливая актриса, украинка по происхождению. Впервые появилась в кино в возрасте 9 лет. Стать творческим человеком ей было предназчертано судьбой, так как она актриса в третьем поколении. Родилась Клавдия в украинской столице, городе Киеве, в начале августа 1997 года. У мамы актрисы Анастасия Сердюк она была первым ребенком, у отца это был второй брак. В первом браке у знаменитого актера Георгия Дрозда родился сын Максим Дрозд, который тоже стал популярным и известным актером. Разница в возрасте у родителей была значительная – 24 года, но это не помешало их счастью. Когда папе было 56 лет, родилась Клавдия. Родители, зная, какой сложной может быть актерская профессия, старались всячески оградить от этого свою дочь. В детстве Клавдия росла спортивным ребенком, ходила на занятия по гимнастике и легкой атлетике, любила играть в волейбол и баскетбол. Окончив обучение в школе и получив аттестат, она подала документы в ВУЗ на курс журналистики. Неудача постигла абитуриентку, она не прошла по баллам. Следующей попыткой стал театральный ВУЗ, куда Клавдия успешно поступила и стала студенткой. Судьбе было угодно так, что сниматься в кино она начала еще будучи школьницей. В подростковом возрасте она снималась в картине «Дурдом», картина «Любовь и немного перца», «Ярость». Уже тогда режиссеры разглядели в девочке актерский талант. Во время обучения в ВУЗе Клавдия также снималась, пополняя свою фильмографию такими картинами, как «40 плюс» или «Геометрия чувств» на линии жизни. Актриса все больше набиралась опыта и получала много предложений от режиссеров. А вот свою первую главную роль она сыграла в сериале «Райское место». Работа была сложной, но актрису поддержали коллеги, и она успешно справилась с этой ролью. После этой работы у нее появилось больше главных ролей. 2018 год стал удачным для актрисы. Заметными стали работы «Во вкусе счастья», «Двух полюсах любви» и «Голосе из прошлого». В «Двух полюсах любви» она играла двух совершенно противоположных сестер, которые были близнецами. Это была непростая задача, с которой актриса успешно справилась. Очень интересный фильм. Кто не смотрел, всем советую посмотреть. Следующими удачными картинами стали «Ничто не случается дважды», где она играла с мамой и братом. «Подорожники», «Худшая подруга». Фильмография Клавдии составляет около 30 картин и постоянно пополняется. В 2021 году вышли две картины с участием Клавдии. Это «Непрекрасная леди» и «Авантюра на двоих». Привыкшая сниматься в мелодрамах, актриса прекрасно справляется и с комедийными ролями. «Личная жизнь». «Личная жизнь» Клавдия Дрозд пока без изменений. Замуж она пока не вышла. Свободного времени на личные отношения не хватает. Как она говорит, все отнимает работа. Но в мечтах у Клавдии чуткий и заботливый испранник, который бы поддерживал ее во всем. В свободное время, чтобы отвлечься и отдохнуть от работы, она любит читать или слушать музыку. Для поддержания себя в хорошей форме, она занимается бегом и йогой. Со своими подписчиками в соцсетях она делится творческими успехами. Актриса обожает животных. У нее есть две собачки – Чихуахуа и Тойтерьер. Если вы являетесь поклонником начинающей актрисы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И пишите, какие картины с участием Клавдии Дрозд больше всего вас впечатлили и вообще нравится вам эта актриса или нет. А мне в свою очередь хочется пожелать этой талантливой девушке побольше новых интересных проектов, главных ролей, творческих успехов, личного счастья, всего самого доброго, всего самого замечательного. Всем огромное спасибо за внимание. Вам также, мои дорогие, желаю всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!